Завершил стат стартовавший в январе месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело Родине служить». На протяжении пяти недель в нашем районе проходили исторические, культурные, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на воспитание в молодежи, любви к Родине и пробуждение интереса к военной службе. Итоговым мероприятием месячника стало торжественное закрытие, на котором было решено проверить патриотизм юных белореченцев сразу в трех конкурсах. Подробности в следующем сюжете. Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы собрало в актовом зале молодежно-спортивного центра школьников и студентов со всего района. Городской краеведческий музей, районный дом культуры и историко-поисковой отряд «Боевое братство» организовали здесь тематические выставки военного снаряжения. С поздравлениями и благодарностями ко всем участникам патриотических мероприятий обратились представители Управления по делам молодежи и районной ветеранской организации. Работа проведена большая, но, как сказал Геннадий Андреевич, на этом работа не заканчивается. И самое главное, любовь к Родине, то древесное чувство, которое мы несем к тем событиям, которые происходили в Великую Отечественную войну, они на этом не заканчиваются. Было много памятных дат. Эти памятные даты должны оставаться в ваших сердцах на протяжении всей вашей жизни. И вы должны передавать их своим детям и потомкам. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, просто находясь на этом мероприятии, задумывался и понял, что только общим количеством, только дружбой, уважением друг к другу и пониманием друг друга наши деды и прадеды смогли отстоять нашу Великую Державу. А мы должны быть достойными их потомками и уважать друг друга, понимать, потому что только в этом случае мы будем надежной защитой для нашего Великого Государства. Для того, чтобы выяснить, как повлияли мероприятия месячника на патриотический настрой белореченской молодежи, были проведены три конкурса. Первый из них – вокальный под названием «Пою моё Отечество». На сцене участники выступали с песнями, посвященными темам войны и любви к Родине. Композиции исполнялись в разнообразных музыкальных стилях и передавали полный спектр эмоций – от скорби о павших на полях сражений до гордости за героев-защитников Отечества и радости мирной жизни. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ 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 ЯЗЫКЕ чтобы она не забывала. Это главнейшая цель. На торжественной церемонии награждения первыми почетные грамоты получили студенты, которые активнее всех принимали участие в мероприятиях «Месячника». Затем награды получили победители вокального конкурса «Пою моё Отечество». Первое место в номинации «Ансамбль» заняли Яна Залевская и Алина Черепанова. А лучшей исполнительницей «Соло» жюри признала Эльмиру Полищук. В игре «Что, где, когда» третье место заняла команда Адыгейского государственного университета. Второе – команда техникума «Бизнес и право». А первое место – команда медицинского колледжа. Награда за лучшую экспозицию выставки среди учебных заведений досталась индустриально-технологическому техникуму. А лучшими среди сельских поселений стали ребята из молодежного актива дружненского поселения. Илья Никитенко, Сергей Чернецов, События и люди. Спасибо. Спасибо.